А именно терминологически мы как раз с ребятами, со студентами с нашим таким образом участвуем беседы именно терминологически определили. И еще раз повторю, что вот есть понятие народного творчества, есть понятие, как четко мы все себе понимаем, формулирован национального академического исполнительного искусства. И вот здесь как раз абсолютно я считаю то, о чем вы говорите, что Ильич Паленко мог спокойно и Шестаковичем в свое время, так же как Липс начал взаимодействовать, я не знаю, с нашими теперь уже классиками, в частности, с Золоталевым, а то есть яркохимия, конечно же, губальдорами и так далее. Вот здесь понятие национального академического дисципального искусства русского. И здесь мы берем в один ряд стали и Василия Васильевича Андреева, и Михаила Ивановича Глинку, который был основоположником русской композиторской школы Сергея Васильевича Рахманинова, и Василия Васильевича Андреева, и Гузунова, и Троиновского, кстати говоря, и Мича Паленко, безусловно, и многих других замечательных музыкатов в один ряд стали. В один ряд стали. Это национальное академическое русское музыкальное искусство. Да. Уровень каждого композитора своя, то же время, то же потом, и то же время. И есть понятие как бы вот народного творчества. Какого угодно, художественного, музыкального. Какого угодно народного творчества. Вот здесь как бы вот эти вещи, они должны быть очень четко. И там, да, там идет передача традиций. Вот я не знаю. Традиция технологии на возготовление Оренбургского мукового платка. Она незыблемая. Она не меняется, не развивается. Она существо, такова, какова она есть. Вот она передается из поколения. Здесь, именно за счет композитора, за счет этой композиторской работы, как бы, идет развитие в целом вида искусства. В целом вида искусства. Вот этому в преимуществе своем как раз была посвящена вот эта конференция, которая была в Сочи. Вообще, это часть фестиваля, которая была организована на базе вот этого вот фестиваля, часть фестиваля, которая проходила под элитой департамента народных инструментов. Поэтому вот здесь, но еще раз хочу подчеркнуть. Здесь предстоит какая-то такая, в общем, еще в момент диалога, предстоит, наверное, какая-то дискуссия. Но есть такое мнение, и оно все больше и больше становится как бы аргументированным, все больше и больше сравнительным, что нам нужен все-таки статус вот нашего вида искусства изменений. Мы привыкли к этому замечательному и родному для каждого из нас слову народа. Мы привыкли к этому. Оно понятное, оно простое и так далее. Хотя, опять же, если мы эту тему более глубоко возьмем, то изначально Василий Васильевич Андреев создал первым юридорусский оркестр национально-искусственный. Я читал это письмо, писал Фомину из Бондона, Андреев, что я горд за наше национальное искусство. В 18-м году, когда революция совершилась, когда, действительно, опять же, Андреев был гением Андреева, был, конечно, в любом этом умении чувствовать эпоху. Прежде всего, гений Андреева Васильевича, он словоположник этого вида искусства, этого жанра. И появляется слово «народное», потому что в советскую эпоху не будет этого слова, все, все бы, так сказать, просто-напросто не имело бы возможности дальше существовать и развиваться. Но здесь, опять же, не вопрос какого-то, так сказать, сравнения или попыток как-то сформулировать, что более правильное. Вопрос интеграции. Мы сегодня живем в другую эпоху. Все. Советская эпоха, мы о ней можем сегодня много говорить, она была во многом правильнее, чем дальше, мы имеем как разговор по большой медицине расстояние. Безусловно, здесь и здесь это остается постулатом. И я думаю, что в общественном сознании как раз еще предстоит вот этот период изучения и возврата во многом тем ценностям и принципам, которые были заложены в советскую эпоху. Но боюсь, что риторика уже будет меняться все равно, она уже изменилась и уже мы все равно воздали. Поэтому сегодня мы должны понимать, что мы живем в государственной российской федерации. И наше право в данном случае именно гражданское право, не ежедническое право, а гражданское право быть гражданами этой страны, оно абсолютно закуплено Конституцией. И здесь мы можем смело, пусть мы можем быть, у нас много национальных, много конфессиональных государств, как Конституция у нас прописана, но государство называется Российской Федерацией. Есть, так сказать, в данном случае, это понятно. Поэтому, наверное, все-таки, мы должны сегодня прийти к тому, что наше искусство должно называться национальное академическое, русское академическое музыкальное искусство. И я думаю, что наши инструменты, русские музыкальные инструменты, должны связаться с национальными. Либо должно быть слово русский музыкальный инструмент академический, либо национальный инструментализм, понятие, которое существует, кстати, говоря в Китае. Национальный инструментализм. И я думаю, что человек у нас во многом сможет интегрировать и в современное общество, стать более понятными современному обществу. Потому что, я уже много раз ребятам, студентам об этом говорил, я много занимаюсь именно концертной деятельностью, организацией концертной деятельностью. И вот сегодня основная проблема наша не в том, что мы плохо или хорошо что-то делаем, но в итоге, я считаю, на высочайшем уровне. И уже действительно вот этот диалог о том, что мы вправе балалайшник поступать все же в процессе снипочем, он уже, этот диалог уже давно завершен, он очевиден. Но в то же время, как бы, для общества мы должны стать более, ну, более понятными, более очевидными. Вот здесь вот. Я думаю, что нужно тоже каким-то образом к этому прийти. И, конечно, безусловно, академическое связь. Академическое. Потому что есть разные жанры, есть разные направления. Нам никто не запрещает выступать в джазовой музыке, в эстрадах, в каких-то эстрадах направлениях. Но академическое, национальное академическое искусство мы должны все-таки внести с собой функцию просвещения, совершенствования искусства. Не идти на поводу, не заигрывать, как говорила Ольга Борисовна Борисовна, нельзя заигрывать с публикой. Вызвать аплодисменты у публики, вызвать какой-то восторг, это задача несложная. Заставить публику замолчать, понимаете, задуматься, уйти. Вот это гораздо более, более серьезная задача. И здесь, конечно, вот путь формирования художественного продукта, он, в принципе, уже как бы сформулирован, он сформирован, но осталось нашим слушателям донести, чтобы люди понимали, что они пойдут. Вот буквально сейчас только что по запчастанам претели с Дальнего Востока. Ну, я без каких-то там привлечений, просто триумфальная кастроль. Просто триумфальная кастроль, просто полная зал, в таком люди, просто в восторге. Понимаете, и одно такое, как жалко, что я не пригласил того, и не пригласил Кузова. И клянутся его, клянутся, что вот позавчера на этой же сцене выступала Ольга Кузова, всем хорошо известна, понимаете, и что вообще, вот вот такие вещи имеют место. Но как вот, как аудитория, как публику ввечь вот это уже вопросами, которые сегодня нам нужно изучать, о которых нужно нам сегодня задумываться. У каждого из вас кто-то займется педагогикой, кто-то займется исполнительским искусством, кто-то будет это в себе сочетать. Не все будут работать в оркестрах, кто-то создаст какие-то камеры, какие-то оксамбы, паркеты, какие-то. Как вот это сделать? Вопросы менеджмента, вопросы продвижения, они, конечно, тоже очень важны и очень мактуальны. Каким языком разговаривает сообщество? Как вот сейчас было совещание несколько месяцев назад, ну вот, Тихо Шевтунов, митрополит, он предложил вообще, если у вас регеры пользуются авторитетным уважением среднем молодежном культуре, то вы сами можете не считать как бы. А неважная ответственность. Да, да. Поэтому вот здесь вопрос, я считаю, что сегодня вот у нас конференция с вами, которая у нас сегодня называется «Проблема», наверное, проблема бытования. Ну, условно бытование, ну, в общем, тоже такое, мне кажется, да и слово. Ну, актуальные вопросы. Вот я считаю, что сегодня два актуальных вопроса. Первый вопрос – это терминология, терминология. Мы должны в этом обратиться, потому что существует развитие зрения. Давайте услышим всех, давайте как-то еще, может быть, пообщаемся, еще какой-то форум, может быть, организовать, почему нет, послушать людей, но те, кто конструктивно, не просто ради того, чтобы там пошубить, а конструктивно может выступать. Вот. Давайте точки зрения проанализируем, но вот я считаю, что это терминология и, конечно, принципы продвижения права. Мы же в 21 веке, вверх инновационный во всех своих проблемах. И мы должны здесь уже понимать, что… Тут в то же время, каждый раз, видишь, у нас не показывают по телевизору, кстати, показывают. Завтра я всех приглашаю вечером посмотреть передачу «Романтика Романца», будет посвящена эта передача «Оссамбе России» и «Оссамбе Россия». Вот здесь очень красиво, я видел уже рабочую версию этой передачи, очень красиво сняли, и она чем хороша, я просто очень был благодарен главному редактору, они сняли очень крупные инструменты, показали, показали, вот как руки играют. Это вот, даже у меня человека абсолютно искушенного и уже имеющего представление обо всем называлось, вот, сколько «Восток», когда крупно показывают, там, «Ва-ла-ла». Вот, надо посмотреть, 20-10 вечера перед канала «Культура». Да, это только «Романтика Романца». Что-то, конечно, сегодняшние передачи, которую еще много было сняли. Да, это сегодняшний день, это единственная передача, да. Это единственная передача, которая сегодня как-то очень да. Ну, здесь, вот опять же, я еще раз хочу сказать, что есть целая передача народного творчества, есть, конечно, кстати говоря, российский Культура Синдон народного творчества, который заказывает целую передачу, показывает об обрядах, А потом, как там и ленки как-то никаким мясом питаются, как они его готовят, какие они обряды в этом делают, как они танцуют, пока они в душу рука заварят. Это все, безусловно, интересно, но это другое. Конечно, все правильно. Если мы говорим о каких-то, так сказать, первоисточниках, то так иначе все. Даже великая книга Нигауза, в искусстве фортипиадной игры, начинается со слов немецких «Анфорд в аргангель», вначале «Буднамиль». Поэтому здесь очевидно абсолютно то, что дарнями мы произрастаем в наши традиции, в наши традиции, в национальных традициях. Ну, я покажу. Если у вас есть вопросы, тогда мы будем продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok